Так, мы открываем заседание совета, посвященное рассмотрению диссертации Мизгинова Дмитрия Сергеевича, представленного на соискании ученой степени кандидатов физико-математических наук. В настоящий момент у нас на заседании присутствуют шесть членов совета из семи, один Олин, и на повестке еще раз защита диссертации на соискании ученой степени Мизгинова Дмитрия Сергеевича по специальности 2.2.2. Это новая номенклатура специальности, она у нас называется электронная компонентная база микро- и наноэлектроники квантовых устройств. Научный руководитель член-переспондент Ран Горнев Евгений Сергеевич, работа выполнена в НИИ молекулярной электроники, ведущая организация Институт физики твердого тела Российской Академии Наук. Проект заключения совета по диссертации уже роздан каждому члену, и слово представляется ученому секретарю Юрию Матвеевичу Тунову. Добрый день, уважаемые коллеги. В диссертационный совет ФЭФ 222-001 поступили документы Мизгинова Дмитрия Сергеевича. Документы по составу и содержанию полностью соответствуют положению МФТИ, поэтому мы можем продолжать работу. Вопросы есть какие-то у членов совета? Нет вопросов? Тогда слово предоставляется Дмитрию Сергеевичу. 20 минут вам на изложение. Постарайтесь уложиться в это время. Пожалуйста. Исследование механизма транспорта, носителей заряда и мембисторных структур. На данном слайде представлен план доклада. Актуальность работы заключается в необходимости разработки мембристера, обладающего необходимыми характеристиками для реализации мембристерной элементной базы. Перспективным материалом является метрит кремния, так как он обладает большим количеством ловушек и совместим с комок технологий. Однако ряд вопросов остается недостаточно изученным. Процесс тока переноса и профиль распределения ловушек в мембристере на основе тонкой пленки нитриды кремния изучены в настоящий момент недостаточно. Как известно, механизм транспорта носителей заряда в мембристере зависит от материала активного слоя, толщины и метода изготовления слоя. Соответственно, необходимо изучить такие вопросы, как влияние толщины пленки на вольт-амперные характеристики, зависимость времени на хранение информации в мембристере от глубины залегания ловушек и влияние материала верхнего электрода на характеристики. Целью работы является исследование мембристерных структур, изготовленных на основе тонкой пленки нитриды кремния, изготовленной методом LPC-E. И определение модели механизма транспорта носителей заряда устройств на ее основе. Для достижения цели поставлены следующие научно-технические задачи. Первое – это создание мембристерных структур на основе тонкой пленки нитриды кремния. Второе – это изготовление, исследование электрических характеристик, изготовленных структур с различными материалами верхнего электрода. Третье – определение модели транспорта носителей заряда в структуре на основе тонкой пленки нитриды кремния и разработка программы для моделирования процесса тока переноса изготовленной структуры. Четвертое – научно-техническая задача – это моделирование профилей распределения ловушек в запрещенной зоне нитриды кремния и расчет их концентрации и глубины залегания. На данном слайде представлены положения, выносимые на защиту. По ходу доклада на каждом из них я остановлюсь подробно. В первой части будет рассмотрено изготовление мемористерных структур на основе тонкой пленки нитриды кремния, нанесенной методом LPC-D, и исследование основных электрических характеристик. На подложке P-типа был сформирован слой СО2 путем термического окисления толщиной 2 нанометра. Далее было выполнено химическое осаждение нитриды кремния из газовой пазы толщиной 4 нанометра. Следующим шагом была выполнена ионная имплантация BORF2-2. Был выполнен быстрый термический отжиг при температуре 1030 градусов и выполнено напыление верхнего электрода с различными материалами. Это никель, фоболь, медь и различными диаметрами от 50 до 500 микрон. Различные диаметры были необходимы для того, чтобы исследовать, является ли механизм переключения элементарным. Всего было изготовлено и исследовано более 50 структур. На данном слайде представлены электрические характеристики изготовленных структур. Мембристер проявил резистивное биполярное переключение и, как показали исследования, предварительная формовка не требуется. На слайде представлены основные электрические характеристики. Это напряжение записи 4,5 В, стирание минус 2,5 В, ток утечки 10-11 А, ток ограничения 3 мА и количество переключений 1,2 на 10 четвертой степени цикла. Это результат для никелевых электродов. На данном слайде представлены характеристики для различных электродов. В красном показана характеристика для никеля, зеленым для меди и синим для кобальта. Окно памяти для меди составило 7 порядков. Для никеля 3 порядка, для кобальта 5 порядков. В случае с медным электродом отмечаются проблемы надежности. В связи с высокой скоростью диффузии наблюдается малое количество циклов переключений. В то же время никель обладает не таким большим окном памяти, но в то же время высокой надежностью. Как было сказано ранее, он обладает 1,2 на 10 четвертой степени цикла переключения и стабильностью характеристик при многократном переключении структуры, что и показано на рисунке 4. 10 циклов переключения для мемористовой структуры с никелем в качестве верхнего электрода. Различия в окне памяти предположительно связаны с различной работой выхода электронов с металлом. И значения для данных металлов представлены на слайде для меди 4,36 электрон-вольта, для кобальта 4,4 электрон-вольта и для никеля 4,9-5 электрон-вольт. В случае с использованием кобальта в качестве материала верхнего электрода наблюдается низкое число циклов переключения, три цикла, как показано на рисунке 5, и в то же время относительно небольшое окно памяти. Для меди наблюдается еще меньшее количество циклов переключения, два цикла, что и показано на рисунке 6. Все дальнейшие результаты будут представлены для случая никелевого электрода. На данном слайде мы видим зависимость сопротивления от диаметра верхнего электрода изготовленной структуры при комнатной температуре. Как видим из графика, сопротивление практически не меняется при изменении диаметра верхнего электрода. Соответственно, можно сделать вывод о том, что механизм переключения элементарный, и это позволяет значительно упростить дальнейшее моделирование за счет сокращения числа возможных моделей. На данном слайде представлено сравнение полученных результатов для случаев различных электродов и требования к резистивной памяти. В требованиях также показаны наилучшие результаты для различных структур. В случае с рабочим напряжением в нашем случае это 4,5 вольта при требованиях 1 вольт и для количества циклов перезаписи 1,2 на 10 в четвертый при требовании 10 в девятый. Но, тем не менее, по таким параметрам, как время удержания состояния достигнуто 10 лет в соответствии с требованиями, о чем будет подробно рассказано далее. И окно памяти для случая медного электрода составляет 10 в седьмую, что превосходит необходимые требования. Положение на защиту. В мемористерной структуре на основе нитрида кремния при использовании меди в качестве материала верхнего электрода значение окна памяти достигает 7 порядков. В следующей части рассмотрим моделирование механизма транспорта носителей заряда в мемористерной структуре на основе тонкой пленки и педы кремния. Для определения модели транспорта носителей заряда были промоделированы такие варианты модели, как модель Френкеля, модель Насырого Гриценко и модель тока ограниченного пространственного заряда. В случае модели Френкеля была получена аномально высокая диэлектрическая проницаемость 100, аномально низкая концентрация ловушек 10 в седьмой на сантиметр кубический. В случае модели Насырого Гриценко были получены аномально высокие значения термической энергионизации ловушки и оптической энергионизации ловушки. Наилучшая согласованность с экспериментальными данными показала модель тока, ограниченного пространственным зарядом. Эта модель имеет большое количество параметров. Некоторые параметры использованы в качестве табличных значений, таких как эффективная масса и электрическая проницаемость. Ранее было сказано о том, что механизм переключения филоментарный, соответственно, мы используем подвижность в несклонном состоянии, такую же, как подвижность в поморфном кремнии. Концентрацию доноров определяем из наклона вольтамперной характеристики при низких напряжениях и концентрацию ловушек из наклона при высоких напряжениях. На слайде представлено уравнение модели. Ток состоит из амической квадратичной части. Указаны также концентрация свободных электронов в диэлектрике, эффективная плотность состояния и доля свободных электронов от всех конъектированных. На данном слайде представлены вольтамперные характеристики для высокоомного состояния и низкоомного состояния. И некоторые параметры модели. Как видим, совмещение недостаточно точное, но далее будут промоделированы различные варианты распределения ловушек в запрещенной зоне нитриды кремния и будет указана точность в соответствии со средне-квадратичными отклонениями. Положение, вносимое на защиту в эмористерных структурах на основе тонкой пленки нитриды кремния, нанесенной методом МПСИКИ, процесс транспорта носителей заряда, обусловлен током, ограниченным пространственным зарядом с учетом модификации стандартного уравнения МОТО-ГЕРН. В следующей части будет рассмотрено моделирование профилей распределения ловушек в запрещенной зоне нитриды кремния с расчетом диапазона их энергии и концентрации. Были промоделированы такие варианты распределения, как гауссов, экспоненциальный и равномерный. Для трех значений температуры. Комнатные 75 градусов и 125 градусов. На данном слайде представлены уравнения для случая гауссового распределения ловушек. Также представлены уравнения для случая экспоненциального распределения ловушек. Далее представлено сравнение вольтамперных характеристик эксперимента и трех вариантов распределения модели. Синим цветом показан эксперимент, зеленым – в случае равномерного распределения, красным – гауссовое распределение и оранжевым – экспоненциальное. Для случая комнатной температуры. Также указаны среднеквадратичные отклонения. Как видим, гауссовое распределение показывает почти в два раза более высокую точность, чем равномерное распределение, и в три раза более высокую точность, чем экспоненциальное. Это позволяет говорить о том, что механизм переноса заряда в данном случае за изготовленную структуру наиболее точно описывает модель тока, ограниченной пространственным зарядом, с гауссовым распределением ловушек в запрещенной зоне интрида кремли. Аналогичные результаты наблюдаются и при температуре в 75 градусов, и также при температуре в 125 градусов. Далее представлена зависимость концентрации ловушек от энергии в структуре с никелевым электродом. Энергии от 0,42 до 0,56 электрон-вольт, пиковая концентрация достигает 4 на 10,18 на сантиметр куб. Ловушки являются неглубокими для энергии до кремния, в связи с этим отдельного рассмотрения требует вопрос времени удержания состояния, так как существует предположение о влиянии глубины ловушек на радиус киломента и, как следствие, на время его восстановления и проводящее состояние. Для подтверждения предположения необходимы дополнительные исследования, которые будут выполнены в дальнейшей работе. Вложение на защиту. Ловушки в запрещенной зоне нитрида кремния распределены по закону Гаусса для инвесторной структуры на основе нитрида кремния. Для изготовленной структуры диапазон энергии ловушек в запрещенной зоне нитрида кремния составляет 0,42-0,56 электрон-вольт, а их концентрация достигает 4 на 10,18 на сантиметр куб. В следующей части будет рассмотрено исследование времени удержания состояния в инвесторной структуре на основе тонкой пленки нитрида кремния для исключения глубоких ловушек. Критерием сохранения информации ячейки в инвесторной структуре является отклонение к сопротивлению в несполненном состоянии на 10%. На данном слайде представлена зависимость времени от сопротивления для трех различных температур 250, 270 и 290 градусов. Выбор температур обусловлен необходимостью проведению ускоренных испытаний и в таблице приведены данные по времени, за которое сопротивление изменится на 10%. Для температуры 250 градусов время составило 5 на 10 в четвертый секунд, для температуры 270 градусов 2,5 на 10 в четвертой секунды, и для 290 градусов 1,3 на 10 в четвертой секунды. Из полученных данных была построена, была выполнена экстраполяция в область низких температур, и, как мы видим из графика, пересечение линии в 10 лет произошло при температуре 90 градусов. Это позволяет говорить о том, что время удержания состояния составляет 10 лет при температуре 90 градусов. Вложение на защиту. В случае неглубоких ловушек от 0,42 до 0,56 электрон-вольт в запрещенной зоне метки до времени время удержания состояния составляет не менее 10 лет при температуре 90 градусов. К основным результатам работы можно отнести следующее. Впервые исследована инвесторная структура на основе метридокремния, в которой за счет выбора материала верхнего электрода достигнуто значение окна памяти в 7 порядков. Второе. Впервые с учетом модификации стандартного уравнения МОТО-ГЕРНИ для инвесторных структур на основе тонкой пленки метридокремния изготовленной методом LPC-D было выявлено, что транспорт носителей заряда осуществляется за счет тока, ограниченного пространственным зарядом. Третье. Впервые был промоделирован и выявлен гауссов профиль распределения ловушек в запрещенной зоне метридокремния для изготовленных метридокремния. Впервые были рассчитаны диапазон энергии ловушек в запрещенной зоне метридокремния и их концентрация для случая гауссового распределения в мемористовых структурах на основе C3N4. И впервые было определено время удержания состояния в мемористере на основе метридокремния для случая неглубоких ловушек. Работа была выполнена при поддержке Гранд РППИ, который также указан на слайде. Основные результаты работы были опубликованы в следующих российских и международных журналах и доложены на российских и международных научных конференциях. Вопросы по докладу к соискателю? — Коллеги, вот, пожалуйста, дистанционные вопросы у вас есть? — Ну, вот у меня есть два вопроса по поводу... Ну, вот, насколько, так сказать, грамотно говорить вот по поводу окна 7 порядков? То есть окно 7 порядков относительно чего-то там... Все-таки грамотнее будет окно 7 порядков на вольтамперные характеристики. Вот. И вот самый главный вопрос, все-таки, так сказать, природа транспорта, носителей заряда в инвестивной структуре. Потому что, ну, нельзя говорить, что транспорт, носительные заряда это у вас есть, так сказать, по большому счету, ток. Как бы все-таки вот вы характеризовали, какова природа этого процесса? — Спасибо. Вам понятный вопрос? — Да, вопрос. Понятный. Ну, значит, в данном случае природа процесса обусловлена током именно ограниченным пространственным зарядом. То есть заряд захватывается на ловушках и препятствует в дальнейшем инженции носителей заряда. И, соответственно, в данном случае при увеличении напряжения наблюдается нелинейный рост тока. В качестве ловушки в данном случае поступает вакансия атома азота, насыщенная атомом, одним атомом водорода. То есть при процессе тока переноса происходит разрыв связей кремния с азотом и, таким образом, ловины разрушения образования планеты. Удовлетворены ответы? Ну, вот просто вопрос такой. Пытались ли вы, так сказать, экспериментально как-то посмотреть? Потому что вот есть работы того же самого МФТИ, где вы сейчас находитесь, где люди смотрели на источники синхронного излучения, как там процесс переключения происходит. Потому что вот вы говорите, обрыв связи, ну, как бы связи меняются. То есть это все, так сказать, как бы экспериментально можно видеть. В данном случае экспериментально… то есть метод исследования был таким, что экспериментальные характеристики сравнивались с характеристиками различных моделей и различных распределений и, соответственно, именно таким образом. Только таким образом. Ну, то есть, кофе она? Да. Да, все, спасибо. Еще вопросы? Да, конечно. Здесь синим обозначено… Погрешности измерений указаны в таблице… В данном случае на слайде представленная таблица с средних и графичными оценениями для каждого случая линия, ну, ошибка именно такая в модели. Погрешность – это модель, а эксперимент… Эксперимент, потому что не всегда в модели, иначе в облаке, в том числе, в смысле? Погрешность, ну, более 5-ти процентов, да. Сейчас он включил… 5-ти процентов… Если… В здесь… В 5-ти процентов… Однажды… Раз, два, два… Понимаете. Теперь… Спасибо. При совмещении вольтамперных характеристик моделей Фрэнкеля и Нассирова Гриценко отличаются нефизичные параметры. Почему? Потому что эти модели, в данном случае, не могут описать трансфер. Третья модель, это приведет на эти специальности и Нассирова Гриценко, что, собственно говоря, является подгоночной специальности. Там не применяется подгоночная специальности. Получается анонс. Поэтому я и задал вам вопрос. Почему ты причинен? В данном случае эффективной массой дилитического проницаемых являются табличными значениями. А она, что это приведет в подгоночную. Од.... Большое спасибо. А вот 100 вольт вы подавали? Куда? Сейчас, секундочку. У нас были с различными диаметрами электродов структуры, и на электрод, на котором 500 микрон, подавалось 100 вольт, он пробивался. Измерение было планерным, и пробивалась структура с диаметром 500 микрон, и, соответственно, рабочий зон подавался на структуру с 200. Я уверен, что планер, если подавался, подавался на структуру с диаметром 200 микрон, то проверяли, устанавливали 20 на одну структуру, это для пробития, а 100 вольт оно подавалось между... Я имею в виду, там же тоже может пройти такие процессы, так что есть ли онический контор. Ну, у меня вот такой небольшой вопрос. Место вашей работы, вообще говоря, в тех исследованиях, которые проводят сейчас широким фронтом, по мемористерам с самыми разными структурами. Вот ваша структура уникальна, или вы на чем-то базировались, развивали что-то? Наша структура по отдельным характеристикам, например, такой, как окно памяти для случая медного электрода, превосходит желаемое требование, но и в то же время она отличается от других аналогичных структур тем, что была выполнена имплантация через слой нитрида кремния, и предположительно за счет этого была получена присформовочная... То есть, предположительно за счет этого предварительная формовка в мемористере не требуется. А вот роль слоя оксида кремния в вашей структуре, у вас же как бы основной активный элемент нитрид кремния, материал мемористера, а слой оксида кремния, для чего он? Слой позволяет носить нелинейность, поскольку когда у нас есть мемористерный кроссбат, и один мемористер в несполненном состоянии, а все остальные в несполненном, то происходит ошибка чтения. И, соответственно, этот элемент используется для того, чтобы внести нелинейность. Также дополнительно он обладает такими эффектами, как повышение подвижного напряжения, уменьшение толпы течки, низкая плотность поверхностности. Хорошо. Вопросов больше нет? А можно вот еще небольшой вопрос по моделированию? Да. А вот скажите, пожалуйста, вот все-таки вы разрабатывали собственное программное обеспечение для решения задач моделирования в своей работе? И каких-то сведений об архитектуре, о том, как это было сделано в чисто программной реализации? Я как-то не нашла. Можете пояснить, как это было сделано? Да. Программа была написана в среде объектно-ориентированного программирования Java. Соответственно, для каждого случая, каждой температуры и каждого состояния это соответствовало отдельному блоку данной программы. И, таким образом, было выполнено моделирование вольт-амперных характеристик для каждого случая распределения, для каждой модели. А скажите, вот алгоритмы моделирования у вас какие-то оригинальные были, это ваше достижение, или вы какие-то стандартные брали? Использовали стандартные модели, и задачей было именно определение модели транспорта из имеющихся предприятий. Понятно, спасибо. Так, ну если вопросов нет, то попрошу ученого-секретаря огласить заключение по содержанию диссертации, представленной членами диссертационного совета. В заключении отмечается актуальность тематики диссертации, новизна полученных результатов, положения, выносимые на защиту, полностью обоснованы проведенными исследованиями. Недостатки и шероховатости. К сожалению, диссертационная работа не лишена недостатков и шероховатости. Первое. Необосновано применение имплантации ионов BORSTOR2+, для формирования низкоомного слоя, нижний электрод, в подложке кремния прямо через активный слой мемристера. Почему выбран технологический маршрут, заранее вносящий к эффекту нитридный слой? Второе. Объем исследований мемристерных структур с верхним электродом медь и кобальт значительно меньше, чем с электродом никеля. Утверждения о быстрой деградации структур с медью и кобальтом не подтвердены графиками переключения числа цифров для купрома кобальта электрода структуры. Для этих материалов не показано влияние размеров верхнего электрода, как это сделано для никеля. То же касается измерения времени хранения состояния на структурах с кобальтом и медью. В зависимости не приведены. Третье. Сформированная структура нитридного мемристера демонстрирует и полярные резистивные переключения. Причем в положительной ветви ВАП потенциал значительно больше, чем в отрицательной ветви. Автор никак не поясняет, чем это может быть обусловлено. В четвертой. Для более убедительной демонстрации соответствия расчетных ВАП, имеющих в своей основе разный механизм транспорта носителей, слоя нитридокремния, экспериментальным кривым, следовало бы использовать статистические критерии отклонения, например, Ки-квадрат. Еще не сказано о физической природе ловушек носителей заряда в активном нитридном слое. При экстракции уровня энергии ловушки и распределения из модели транспорта, с последующим определением наилучшего соответствия модельной функции распределения эксперимента. Также следует использовать количественные статистические параметры отклонения расчетных привык от эксперимента. Шестое. В тексте диссертации авторитерации присутствуют опечатки, артографические и стилистические ошибки. Тем не менее, фазные выше недостатки не снижают ценности результатов представленной работы. Результаты работы изложены в шести публикациях, из которых одна статья опубликована в высокорейтинговом журнале, индексируемые в базах Web of Science и Scopus 3, опубликованы в рецензируемых фасистах, в научных изданиях. Переводные версии которых индексируются в базе Scopus 5, входят в перечень журнала VAC. Автореферат диссертации в полной мере соответствует ее содержанию. Диссертация Мезгина удовлетворяет требованиям положения о порядке и суждении ученых ступеней, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года номер 842, предъявляемым диссертацией на соискание ученых ступеней кандидата наук. А ее автор заслуживает присуждение искомоученой ступени кандидата физико-математических наук по специальности 2.2.2 электронная компонентная база микро- и наноэлектроники квантовых устройств. Заключение по содержанию диссертации Квосса Юрия Юрьевича, доктора физико-математических наук, начальника отдела моделирования физических процессов и подкладных технологий, Национального исследовательского центра Курчатовский институт. В отзыве отмечается, что все положения диссертации, выносимые автором на защиту, обладают научной новизной и высокой практической значимостью. Автором впервые придворно-галуссового распределения ловушек в запрещенной зоне нитрида кремния для мемристовых структур. Данный подход позволил повысить точность моделирования по сравнению с другими вариантами распределения ловушек в запрещенной зоне нитрида кремния. К сожалению, представленные материалы диссертационной работы Мизгинова не лишены недостатков. Однако не снижают ценности полученных результатов. Первое. Списки сокращений и обозначения не раскрыты аббревиатурой CVRAM. Второе. В работе явно не указано, почему в связи с неглубокими ловушками отдельного рассмотрения требует вопрос времени удержания в состоянии. Указанные выше недостатки не снижают ценности представленной работы. Диссертация Мизгинова полностью удовлетворяет требования положения на порядок присуждения степеней, утвержденных правительством Российской Федерации. Представляем диссертацию о соискании ученой степени кандидата наук и автор заслуживает присуждение ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 2 по 2 электронной компонентной базы МИТА и наноэлектроники квантовых устройств. Заключение по содержанию диссертации Яковлева Виктора Борисовича, доктора физико-математических наук, профессора, профессора РАН, главного научного сотрудника, начальника отдела Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт нанотехнологии и микроэлектроники Российской Академии Наук. Заключение отмечается актуальность тематики диссертации, научная новизна выносимых на защиту и результаты, теоретическая и практическая значимость работы, полнота опубликования основных результатов. Вопросы и замечания. Первое. Из текста диссертации непонятно, насколько вольтамперная характеристика для случая гауссового распределения вовушек более точна при совмещении с экспериментальной вахтой по сравнению с характеристиками для экспериментального и равномерного распределения. Второе. В работе следует обосновать выбор температуры 25-75 градусов Цельсия для исследования структур при различных диаметрах верхнего электрода и 250-270-290 градусов Цельсия для исследования времени удержания в состоянии дневристов. Третье. Стиль оформления. Одновременное использование обозначения величин на русском и английском языках. Также оформлены рисунки. Использование обозначения микрон и сокращенно N-тайм. Общие характеристики диссертации. В целом, диссертационная работа Мердинова является законченным научным исследованием и соответствует требованиям положения присуждения ученых степеней в МФП. В заключении по содержанию диссертации Абгарян Карина Карленовна, доктора физико-математических наук, доцента главного научного сотрудника Федерального исследовательского центра информатики и управления Российской Академии Наук. В отзыве отмечается, что все положения диссертации, выносимые автором на защиту, обладают научной навязной и высокой практической значительностью. По содержанию диссертации можно отметить следующее замечание. Первое. Для моделирования механизма транспорта носителей заряда в мемристерной структуре на основе тонкой пленки нитрида кремния использовалась известная модель тока, ограниченного пространственным зарядом с ловушками. Одной из задач диссертационной работы была разработка архитектуры алгоритмов моделирования механизмов транспорта носителей заряда в структуре на основе тонкой пленки нитрида кремния и программного обеспечения, с помощью которого были получены расчетные данные, приведенные в работе. К сожалению, в диссертации не представлены сведения о архитектуре и программном обеспечении. Второе. В главе 5 показаны результаты моделирования процесса транспорта носителей заряда в мемристерных структурах на основе тонкой пленки нитрида кремния для различных вариантов распределения ловушек в запрещенной зоне. Рассмотрены равномерные гауссов и экспоненциальные профили распределения. Выполнено совмещение вольтамперных характеристик модели и измерительного эксперимента. Делается вывод о том, что в изготовленных мемористовом структурах на основе тонкой пленки нитридокремния процесс транспорта наиболее точно описывает модель тока, ограниченного пространственным зарядом с учетом гауссового распределения ловушек в запрещенной зоне нитридокремния. Однако данный вывод сделан на основе качественного анализа паучных графиков. Не приведены количества предприятий, например, погрешных. Третье. 2.1 можно усилить, дополнив обзор энергонезависимой памяти на новых физических принципах. Четвертый. В работе содержится ряд орфографических и грамматических ошибок. Существует опечатка. Тем не менее указанные выше недостатки не снижают ценности представленной работы. Автор реферат диссертации в полной мере соответствует ее содержанию. Диссертация Мизгинова полностью удовлетворяет требования положения к присуждению ученых степени, утвержденного в постановлении правительства Российской Федерации, предъявляемой диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук. А ее автор заслуживает присуждение искомоученой степени кандидата в физических и математических наук по специальности 2.2.2 электронная компонентная база, микро- и наноэлектроника, квантовый кустовый. Заключение по содержанию диссертации Чучевой Галины Викторовны, доктора физико-математических наук, профессора РАН, заместитель директора по научной работе Фрязинского филиала Института радиотехники и электроники имени Котельникова, Российской Академии наук. В заключении отмечается актуальность тематики диссертации, научная новизна выносимых на защиту результатов, теоретическая и практическая значимость работы, полнота в упаковании основных результатов. Вопросы и замечания. В работе использовались образцы со сверхтонкими пленками метрида кремния 4 нанометра и отисловкой 2 нанометра. Учитывая нестыковку статических решеток кремния с оксидом кремния и метридом кремния, возникающие переходные слои занимают половину или более объема изоляторов. Поэтому потенциальный рельеф в структуре неоднородный. Нет оснований использовать формулы для толка и вероятности опросшения ловушек и панелирования скрежливой в постоянном электрическом поле для однородных объектов. Общая характеристика диссертации. Указанное замечание не изменяет общую положительную оценку представленных в защите работы. Диссертация Мезгинова посвящена актуальным вопросам физики наноэлектронных устройств, представляет собой законченную научно-исследовательскую работу, выполненную на высоком уровне, полностью отвечает требованиям положения посвящения научных статей НИКТИ, а диссертант заслуживает посвящения наученых степен и даток физики и технологических наук. В заключении по содержанию диссертации Мурашова Виктора Николаевича, доктора технических наук, профессора кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников Национального исследовательско-технологического университета МИСИ. В заключении отмечается актуальность тематики диссертации, научная новизна выносимых на защиту результатов, теоретически и практических задачей работы, полнота опубликования основных результатов. Вопросы и замечания. Первое. Присутствуют опечатки в оформлении степени, например, на странице 54. Второе. Неуказанная размерность для концентрации ловушек на странице 70. Общая характеристика диссертации. Диссертация Мизгинова полностью удовлетворяет требованиям положения порядка присуждения ученых степени, подтвержденного постановлением Правительства Российской Федерации номер 842 от 24 сентября 2013 года, а ее автор заслужил присуждение искомой ученой степени кандидат в физико-математическую наук по специальности 2.2.2 электронная компонентная база микро- и наноэлектроники фантовых устройств. Члены по содержанию диссертации расчетки на Дмитрию Валентиновича, доктора физико-математических наук, члена-корреспондента Российской Академии Наук, директора Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов Российской Академии Наук. В заключении отмечается, что все положения диссертации, выносимые автором на защиту, обладают научной новизной, высокой практической значимой. К сожалению, представленные материалы диссертационной работы Лугинова не лишены недостатков, которые, однако, не снижают ценности полученных результатов. Первое. Для рисунков 42-44 название распределения ловушек для вольт-амперных характеристик не переведены на русский. Второе. В тексте диссертации в явном виде не указаны преимущества и недостатки использования мидии никеля в качестве материала верхнего электроза. Тем не менее, указанные выше недостатки не снижают ценность составленной работы. Автор реферат диссертации в полной мере соответствует ее содержанию. Диссертация Мизгинова полностью удовлетворяет требования положения о порядке присуждения ученых степени утвержденного в постановлении правительства Российской Федерации номер 842 от 24 сентября 2013 года. Ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата в физико-математических наук по специальности 222 электронная компонентная база микро- и наноэлектроники Мантовых устройств. Также имеется заключение Института научно-исследовательского института молекулярной электроники, где проходила апробация диссертации. В период подготовки диссертации с 2018 года по настоящее время соискатель Мизгинов Дмитрий Сергеевич работал в ООО Научно-исследовательский институт молекулярной электроники в должности научного сотрудника. В 2018 году Мизгинов окончил Московский физико-технический институт, в 2022 году окончил очную аспирантуру. Научный руководитель, член-корреспондент Российской Академии наук, доктор технического наук, профессор горных и степени серии. В заключении отмечается научная новизна работы, практическая ценность результатов, нуждаются достоверность результатов исследований. В основанность выводов и рекомендаций указано, что материал диссертации опубликован автором достаточно полно и очистленной работы. Личный вклад в соискательных работах с автором заключается в экспериментальном исследовании и рисках структур и работа на из-за полученного результата. Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 2.2.2, электронной компонентной базы микроэнан электроники, в частности, по пункту 1.2.5. Диссертация из Динова Дмитрия Сергеевича рекомендуется в защите на соискание ученой степени кандидат физико-математических наук специальности 2.2.2, электронная компонентная база микроэнан электроники, мантовых устройств. Также заключение от завершено заместитель генерального директора НИМЭ Афтимова. Также имеется отзыв ведущей организации института физики твердого тела Российской академии наук. В отзыве отмечается, что автореферат достаточно хорошо отражает содержание диссертации. Основные результаты работы извода в статях 3 статьях 309.2. В 4 докладах на конференции. Замечание от ведущей организации. Первая работа не очень хорошо написана. В работе часто используется сокращение без расшифрованного без расшифрования их смысла. В диссертации применено много жаргонных терминов без объяснения их значений. И понятен смысл таблицы 1. Было бы неплохо, если автор указал требуемый параметр для мемористов и экспериментов памяти. Не всегда понятны параметры, соответствующие приводимым экспериментальным зависимостям. Второе. При проведении оценок времени сохранения низкорезистивного состояния мемористера при температуре было получено значение порядка 10 лет при температуре 90 градусов Цельсия. Однако измерения были проведены лишь при 250, 270, 290 градусов Цельсия. Расчет на ошибки при экстраполяции 90 градусов Цельсия, которые в работе на переведение могут быть очень велики, было бы неплохо расширить температурный интервал ниже 250 градусов Цельсия, так и выше 290 градусов Цельсия. Например, оцененное время разрушения низкорезистивного состояния перед действием 20 градусов Цельсия в порядке 3 суток вполне достижимо для проведения измерений. Было бы уместно обсудить приведенные на рисунке 26 зависимость времени разрушения низкорезистивного состояния температуры соответствуют зависимости и длиннозависимых. Было бы уместно обсудить природу такой зависимости и физический смысл энергии активации в мире. Несмотря на сделанные замечания, можно заключить, что диссертация Миздинова содержит ряд новых и достаточно интересных результатов, некоторые из которых могут быть полезны для практических применения. Авторам были проведены экспериментальные исследования, предоставленных ему тонко-пленочной структур, компьютерное моделирование и анализ полученных результатов. В целом, диссертационная работа Миздинова «Белькваря» от тревога положения от присуждения ученых степени Волхотеи, а ее автор Миздинова Дмитрий Сергеевич заслуживает присуждения по степени кандидата физико-математических наук по специальности 2.2.2 электронные компонентные БАДы, микро- и наноэлектроники, квантовые структуры. Отзыв ведущей организации утвержден директором ОТПТ, членом-переспондентом РАН Левченко. Имеются отзывы на диссертацию и на автореферацию. Отзыв на диссертацию от Резванова Оскара Анваровича, кандидата физико-математических наук, начальника лаборатории НИИМЭ. Отзыв положительный. Отзыв на диссертацию Мяконьких Андрея Валерьевича, кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника физико-технологического института имени Валиева Российской Академии Наук. Отзыв положительный. Замечаний нет. И отзывы на автореферат. Отзыв Жукова Алексея Евгеньевича, доктора физико-математических наук, члена-корреспондента Российской Академии Наук. Руководителя департамента Санкт-Петербургского филиала высшей школы экономики. Отзыв положительный. К сожалению, представленный материал диссертационной работы Меддинова не лишен и недостатка, который не снижает ценности полученных результатов. Первую главу один можно усилить, дополнив обзором энергонезависимой памяти на новых физических принципах. Автор пользуется термином «Окно памяти» и было бы желательно дать его определение. Указанные выше недостатки не снижают ценности представленной работы. Отзыв на авторификации Морозова Андрея Николаевича, доктора физико-математических наук, профессора, члена-корреспондента Российской Академии Наук, заведующего кафедрой физики Московского государственного технического университета имени Паумана. Отзыв положительный. Все положения диссертации, наносимые автором на защиту, обладают научной новизной и высокой практической значимости. К сожалению, представленный материал диссертационной работы Мезгинова не лишена недостатка. Главу 3 можно было бы усилить, дополнив подписанием альтернативного метода исследования времени удержания состояния. Указанный выше недостаток не снижает ценности представленной работы. Отзыв на авторификации Рад Путрия Михаила Георгиевича, доктора технических наук, профессора, профессора кафедры интегральной электроники и микросистем, Национального исследовательского университета Московского института электронной техники. Отзыв положительный. К недостаткам работы следует отнести необходимость обосновать выбор температур 250, 270, 290 градусов Цельсия для исследования времени удержания состояния мемориста. Данное замечание не снижает ценности представленной работы. И отзыв на авторификации Рад Александра Сергеевича Веденеева, ведущего научного сотрудника Института радиотехники и электроники имени Котельникова, доктора физико-математических наук. Отзыв положительный. Существенное замечание нет. У меня все отзывы и заключения. Дальше у нас по регламенту ответы на ваши ваши ответы на замечания. Вы как-то все сразу, да, очевидно, или по очереди? Все можно на слайд у меня написаны для удобства замечания. Сейчас на первое замечание. Я тогда не зачитываю само замечание, сразу у него. Имплантация ионов Ворфтор-2 через активный слой инвестора делается для того, чтобы внести дополнительные дефекции и также предположительно для того, чтобы инвестор получился безформовочным за счет того, что часть ионов Ворфтор-2 останется в слой ликвиды крема. На второе замечание данные по кобальту и меди были дополнительными слайдами представлены с количеством циклов при цикла для кобальта два цикла для меди и также сравнение окна памяти. По третьему замечанию это можно объяснить тем, что за формирование формирование элемента это один механизм, а его разрушение это другой механизм. В одном случае малая концентрация, а уже в другом большая. То есть формировать элемент более сложно, чем его разрушить, соответственно, требуется больше напряжения. По четвертому замечанию в качестве отклонений использовано среднеквадратичное отклонение для оценки точных и данные по среднеквадратичному отклонению приведены в подлице и визу. Далее о физической природе ловушек это вакансия азота, насыщенная одним атомом водорода и по отпечаткам кстати, были спасибо за замечание. Далее в замечании следующий вопрос нераскрытой активиатуре действительно чашек лучше чуть-чуть в рандомах сезонной номер не указано, почему здесь не был ловушек. Вопрос времени удержания в состоянии требует дополнительного рассмотрения, так как существует предположение о зависимости радиуса километра от глубины ловушек. Далее по точности уже было сказано среднеподратичные отклонения были указаны в презентации. Далее обоснование выбора температур. во-первых это стандартные условия эксплуатации во-вторых в рамках гранта именно такие условия по температурам были необходимы для исследований. И по температурам 250 или 70 или 90 градусов выбор температур был обусловлен необходимостью проведения ускоренных испытаний. Так при меньшей температуре значительно лучшее время требовалось для обламывания характеристики на 10 сопроведения неспомнительства. По стилю оформления замечания не согласен. Далее по программному обеспечению было отлично, что модель была построена среди объектно ориентированных программирования Java блоки для каждого случая состояния низкомного и высокоомного для каждого куча температур. Далее по размерам погрешности этот вопрос дублируется также среди некатрогичное отклонение при обзору энергонезависимой памяти данный вопрос не был исследований данной диссертации, но тем не менее спасибо за замечание и по ряду орфографических ошибок замечания не согласны. По данному замечанию несмотря на этот эффект использованная модель показывает достаточно высокую точность смещения с экспериментальными вольтамперными характеристиками. тем менее этот эффект можно и нужно учитывать, но в настоящее время модель не дает ответ на вопрос и поэтому используются именно такие модели с определенной ошибкой. Данная ошибка указана благодаря за замечание. по опечаткам согласен с замечаниями. Размерность концентрации дополнительно была указана на одном из сайтов презентации на сантиметр кубический. Для непредименно русской диссертации действительно спасибо за замечание. В тексте указаны преимущества недостатки меди и никеля. Медь преимущества большой окно памяти из 7 порядков но в то же время низкое количество циклов переключений для высоких корей диссертей. вопрос замечания по печаткам также согласен и жарконом термином. по этому замечанию первая часть насчет использования дополнительной температуры при измерении можно было бы больше точек использовать с этим замечанием согласен но эксперимент это выполнен в будущих работах мы учтем используем больше количества по второй части замечания такая энергия активации такой энергии происходит установление связей и соответственно восстановление элемента со временем тем самым обусловливается время удержания состояния по термину окно памяти это отношение сопротивления в выключенном состоянии инвесторов сопротивления в ключ в сухонную к низком сопротивлении дополнить альтернативным методом исследования время удержания состояния действительно можно с этим замечанием согласен и по температурам 250 270 90 градусов уже вопрос фигурируется это связано с тем что необходимо проведение ускоренных испытаний и в течение 5000 дальше у нас по регламенту составляем научному руководителю российской академии наук божием Вы сейчас прослушали диссертацию, конечно, потому всякая диссертация, особенно на соискании кандидатов из МАК-наук, всегда есть вопросы, потому что большая часть их связана у самих членов диссертации, разобраться с этой проблемой, не с самой диссертацией, а понять эту проблему. Ну, что бы я хотел, чем бы я хотел охарактеризовать Дмитрия Сергеевича? Ну, я его знаю с 2015 года, когда мы принимали, ну, взяли набор на нашу кафедру, один из первых наших выпусков по базовой кафедре, и он обратил тогда уже на себя внимание тем, что человек хотел заниматься физикой элементной базы памяти транзисторных структур и так далее, и так далее. И он начал этим заниматься, его выпускные работы, поколапска, магистерская работа были в этом направлении. Вот тут еще подвалили мемористеры и так далее, вообще тема стала широкая. Начинал с ним работать, был научным руководителем Орвова Олега Михайловича, но он безвременно ушел, попал под ковид в прошлом году. Ну, так как я, ну, вообще за всеми студентами слежу конкурса, и затем я полностью в курсе всех их дел, ну, я подхватил его для того, чтобы довести его работу до защиты, до логичного конца. И, в принципе, я не жалею об этом, потому что, конечно, пришлось этот год очень плотно поработать для того, чтобы получились результаты, которые можно было бы защитить. Ну, я хотел бы даже на что обратить внимание. И, возможно, невозможно, есть, конечно, недостатки, но у кого их нет. Но, с другой стороны, это все-таки у Димы есть настойчивость, даже некоторое упрямство в получении результата. Вот это я хотел бы отметить. И, кроме всего прочего, ну, я бы сказал так, заряжен на науке. И я думаю, что вот эти работы, которые он сейчас ведет по мемористам и так далее, мы будем развивать это направление в Нимы и так далее. И там Дмитрий Сергеевич найдет себе достойное место в направлении этих работ. Я считаю, ну, это вы сами будете оценивать, а я не могу, но считаю, что его работа вполне достойна при суждении степени кандидата в физмат-науку. Но, если бы я не считал, я бы не брался, если бы они будут говорить. Спасибо. Могу ответить на вопрос, если есть. Есть какие-то, может быть, вопросы? Если нет, то мы перейдем к дискуссии, то есть обсудим вот эту работу. В дискуссии выступают все, поэтому можно, так сказать, вот и поактивнее прошу удаленных участников тоже принять участие в дискуссии. Ну, я могу со своей стороны, что сказать, очень много, много работ, конечно, о мемористах. Но во всех, вообще говоря, работах, почему их, во-первых, почему их очень много? Потому что, несмотря на много обещающие такие вот параметры этих приборов, ни на одном материале не собраны все уникальные параметры сразу. Например, есть число переключений 10-12, но напряжение переключения велики. Есть, например, очень быстрые мемористеры буквально с долями секунды, долями наносекунды и очень с быстрой такой релаксацией состояния. Но у них проблемы с надежностью, с числом переключений. Ну и, наконец, вот проблема, которую можно сформулировать тремя словами, которые в любой статье вы можете по мемористам прочитать. Это variability, то есть разброс этих параметры, отдельных приборов в кроссбарной архитектуре. Это endurance, число переключений, и это, соответственно, retention time, время хранения. Ну вот у нас, по крайней мере, два из трех этих параметров затронуты серьезно в диссертации. Показано, что здесь нитрит кремния – это перспективный материал, у которого гигантское, можно сказать, даже избыточное окно памяти. Может быть, такое даже и не нужно, но, с другой стороны, это ресурс для того, чтобы, может быть, используя другие электроды, окно памяти-то уменьшить, а вот другие параметры вытянуть. То есть тут есть в дальнейшем над чем работать, как мне кажется. Есть какие-то еще мнения по поводу работы? Сложно добавить. Дмитрий Валентинович. Ну, я думаю, что вы, так сказать, сказали все корректно. Я, в общем-то, поддерживаю вас в этом плане. То есть действительно, тематика, она сейчас довольно актуальна, и потом она, так сказать, на самом деле не так и давно появилась, поэтому вопросов пока больше, чем ответа. И надо, так сказать, чем больше будет работ, тем, так сказать, быстрее появится что-то, так сказать, конкретно. Потому что я вот просто вчера вечером почитал, вот по поводу искусственного интеллекта, что вот сейчас, допустим, ну, если человеческую цепочку выстраивать, то принятие решения, то это где-то составляет 20 минут. А искусственный интеллект то же самое может сделать, так сказать, в итоге за 28 секунд. То есть вот. Для чего все это надо в итоге? Тут есть известная поговорка, это по счету, да, всегда есть быстрое, очевидное и неправильное решение. Это тоже. Если, как бы, никто больше не хочет выступить, то мы Дмитрию Сергеевичу предоставляем заключительное слово, что бы вы хотели сказать. Данная работа была действительно интересной, поскольку мюристорные структуры и вообще, в принципе, сейчас интеллекты на наиболее актуальных тем. Мне было очень интересно заниматься этим и хотел бы в дальнейшем продолжить. Хочу выразить благодарность моему научному руководителю. Хорошо. Ну что, мы тогда переходим к счетной комиссии. Мы должны выбрать, да? Да, есть предложение. Счетная комиссия. Да, вы можете пока отдохнуть. Отдохнуть. Так, есть предложение выбрать в счетную комиссию Клосса Юрия Юрьевича, Яковлева Виктора Борисовича и Чучу Галину Викторовну. Нет возражений, да. Нет возражений. Все. Все. Значит, результаты счетной комиссии. Там включен у вас? А я включил. Включил, да. Значит, общее количество бюллетеней семь, роздано шесть, удаленных голосов двое, не роздано один бюллетень. Значит, результаты голосования диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени. За шесть голосов, против ноль, возражался ноль, недействительных бюллетеней ноль. Так, все. Значит, теперь мы должны... Да, теперь надо голосованием утвердить. Просто простым голосованием мы поднятием открытым рук. Да, значит, голосуем за. Ну, все должны поднять. Вы там... Все, да. Ну, что делать? Нормально? Хорошо. Значит, таким образом, мы должны завершить все это дело обсуждением проекта заключения, да, присуждения Мизгинову Дмитрия Сергеевича, ученой степени, кандидата физико-математических наук. У всех проект на руках, правильно? Вот. Есть какие-то замечания к проекту? У меня единственный вопрос. Вот, диссертация выполнена, прошла апробацию в НИИМЫ. В принципе, диссертант докладывал все это везде на научных конференциях. И поэтому можно... Это ваше мнение, это ваше мнение, это ваше мнение. Хорошо. Тогда ладно. Потому что, в принципе, обрабация диссертации, это... Хорошо. Ладно. В остальном у меня нет тоже никаких вопросов, замечаний по проекту. Поэтому мы должны принять проект заключения открытым голосованием тоже. Коллеги, принимаем или не принимаем? Дмитрий Валентинович. Вот. А можно еще присылать замечания туда, проекту заключения? Ну, надо... Ну, хорошо. Не, я думаю, что можно прислать. Просто там, ну, есть некая такая вот редакция у меня. Это вот... Ну, я там что-то отметил желтым. Потому что есть вот научная практическая значимость работы. Мне кажется, не совсем, так сказать. Полученные результаты формируют основу мемористративных библиотечных элементов индуструктур на основе нитрида кремния для элементов. Вот, мне кажется, для элементов просто надо оттуда убрать. Потому что получается там тавтология элементов-элементов. Хорошо. Вы ученому секретарю тогда присылаете замечания. Да, я отправлю. С учетом этих замечаний мы принимаем заключение, да. Все. Ну, таким образом, что поздравляем вас. Вы теперь, как говорится, кандидат в наук. Мы надеемся, что будете работать дальше с утруенной силой, как минимум. Вот. Чего доброго. Все. Все закрыто.